всем добрый вечер добрый вечер видите со мной первый раз за это время между прочим мужчина в эфире то были в основном женщины даже не в основном а женщины а сегодня первый раз мужчина так что мы сегодня узнаем что-то очень интересное с мужской с мужской энергией дорогие друзья во первых добрый вечер у нас было какое-то время мы не выходили в эфир с нашими гостями с моими гостями и как вы все знаете я приглашаю наших интересных пользователей чистиков для знакомства со всеми со всеми нами потому что меня окружают очень интересные люди и я бы сказала что люди уникальные и я хочу делиться своими знакомствами потому что я уверена и точно знаю что они вам пригодятся я я очень рада что геннадий откликнулся на мое предложение скажу честно я очень переживала что вы мне скажете нет я занят но вы хотите тоже поделиться потому что информация очень интересная и очень полезная для нас всех и в наше такое нестабильное тревожное время я думаю то что нам расскажет геннадий сегодня чем поделиться это важно это интересно поэтому спасибо всем кто присоединяется кто еще присоединится добрый вечер всем у нас немножко так на отдалении стоят телефоны поэтому я не могу вам махать в телефонном режиме но зато могу вот так делать значит дорогие мои мы сегодня будем общаться с геннадием хочу вам прежде всего его представить это реабилитолог это человек который лично помог моей семье и помог очень серьезно и я хочу рассказать свою историю может быть у кого-то из вас есть какие-то нюансы вы хотите узнать о себе больше и нам сегодня геннадий расскажет но перед этим сессоры я хочу показать свою чашечку которую я сделала с большой любовью и с помощью нашей олеси которая мне помогала все это делать но я делаю все своими руками все 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 и кто задаст сегодня яркий интересный вопрос то вот эту чашечку я с удовольствием подарю будете пользоваться пить вкусный чай и наслаждаться жизнью и вспоминать нас так что чашечка за интересный вопрос вас ждет думайте пока вы можете задать любой вопрос это не только у меня не только очисти как можно задавать какие-то интересные вопросы геннадию он с удовольствием на них ответит с удовольствием поделюсь что знаю да и так что присоединяйтесь ну а кто может быть к нам заглянул и немножко не понял где он находится то это это уборка ткани которые чистят без моющих средств если вы зашли к нам на фейсбук то в каждом каждом в каждом в каждых постах есть номер телефона и вы выход на группу вайбери где вы подробнее узнаете как же жить без химии и а на instagram в профиле в шапочке есть выход тоже на группу вайбери поэтому присоединяйтесь задавайте вопросы может быть уже какие-то наболели темы я сначала знакомлюсь через чистики то есть мы узнаем друг друга когда вы покупаете нашу продукцию и потом я уже узнаю о ваших разных особенностях чем вы занимаетесь потому что я знаю уверена на сто процентов что все наши пользователи нашего содружества которые любят и заботятся о природе у них есть у каждого свое увлечение но вот с геннадием у нас случилось совсем по-другому как получилось что в мою семью он попал по серьезной проблеме сначала с которой он отлично справился и сейчас я вам расскажу как а потом уже он приобрел чистики поэтому но так как все-таки немножко ситуация неординарная вы пришли к нам я вам позвонила с криком о помощи я до сих пор когда об этом говорю я вспоминаю свою маму как ей было плохо и эмоции конечно так меня немножко трогают не немножко хорошо трогают вот к нам то есть вы пришли к нам потому что я к вам позвонила и у мамы был в тот момент кризис как это правильно можно так ну очень выраженный болевой синдром был тазобедренных суставах не ставили серьезную там до диагноз там дофартроз тазобедренных суставов третьей степени по сути дела человек не ходит или очень тяжело передвигается при такой патологии поработали так как бы вместе с вами и мама которая включилась в работу кстати по рекомендации дальнейшей она выскочила и очень даже удивительно вот выскочила быстро из этого болевого синдрома и сейчас вы я просто хочу сказать зрителям я прошу прощения ген просто чтобы они понимали потому что мы то с вами хорошо понимаем что мы видели а я расскажу что в какой-то прекрасный момент мама вдруг не могла встать с кровати и среди ночи мне позвонила просто с криками и с кровати она практически не вставала то есть туалет мы с ней шли очень долго это было просто путь ну длинный наверное так вы минут двадцать ходили в туалет пока дошли пока обратно и вот с таким вот в кризисом у нас такой вот с таким вот заболеванием я обратилась геннадию и конечно благодаря его рукам его энергии за три недели мама стала на ноги и ходила и по и гуляет и и все в порядке поэтому но ситуация в том что геннадий не просто руками делал то что он делал там было еще очень много разной энергии то есть он мою маму научил я немножко конечно хотела же мы поговорили о чистик ах но вот и вернемся нет 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 я все-таки хочу об этом а потом мы плавно переключимся мне что запомнилось гена очень хорошо помню что вы прямо с мамой говорили по два часа то есть пока вы работали с ее телом так скажем суставами я правильно скажу суставами вы разговаривали с ней как есть сейчас вот с ее болезнью как ей ее победить как ей пройти это и как сделать так не только помогая вы ей своими руками убрать болевой синдром но изнутри чтобы она понимала что и делать и знаете что мне запомнилось я просто мне это очень понравилось мама мне до сих пор говорит так я поговорю со своими клеточками это тоже важный момент потому что действительно если рассматривать человека как цельную систему это тоже и мы входим в экосистему экосистему всей землей нашей планеты поэтому здесь должно понятие быть неразделима как природа до матушка земля таким как и все нас окружающие и вот с этой как бы платформы я подхожу в восстановление состояния здоровья и снова этот особый случай потому что она очень болевой сильный человек по натуре и момент принятия ли или восприятия меня как человека со стороны но тоже очень это важно и вот она очень так прониклась теми рекомендациями которые ей давал и она их делала что бывает очень редко тоже человек по натуре бывает разный ленивый и отчаявшийся в какой-то ситуации с ну допустим с болезнью и тут важно что мы немножко затронули ее сознание тем более она немножко была как бы подготовлена уже в этом ну что перед засыпанием она включала музыку успокаивающую то есть релаксационную музыку да тоже очень важно то есть для того чтобы разговаривать со своими клеточками нужно прийти со стороны я хочу чтобы про клеточки рассказали потому что друзья это очень интересно и момента до сих пор помогает когда у нее что-то заболит и или там случаются какие-то другие моменты она даже может слух сказать так я сейчас поговорю с своими клеточками в этом есть смысл потому что есть такая целая наука нутрициология то есть это учение клетки но в данном случае мы говорим о другом то есть это разговор с клетками когда мы настраиваем свой организм в клеточке всего организма особенно те системы орган который страдает мы целенаправленно обращаем внимание туда и разговариваем с ними просим их о восстановительном состоянии о восстановлении то есть каждое утро можно в принципе встаете утром эмоционально да мы сейчас мы уже затрагиваем тему аффирмации да то есть привет поприветствовать солнышко да здравствуй солнышко здравствуй земля здравствуйте люди здравствуйте мои клеточки и начинаете входить в это состояние как бы общение с клетками то есть вы приветствуете и благодарите их за то что они у вас есть вы их нацеливаете на следующий на сегодняшний день ну и наполняйте их своей любовью благодарностью то есть конкретно проходитесь по всем системам органам как бы может быть это звучит немножко для некоторых ну не совсем обыденно да вот но так оно и есть это пришло такое время время определенных энергий когда все может помогать может вам сотворять то что вы стараетесь сделать то есть это вы высказывает свое намерение данном случае это работа с клеточками да можно по-другому сказать что если мы будем обращаться к себе и заботиться о себе но я сейчас в том плане не лежать на диване делать для себя полезные вещи и получать от этого удовольствия любить себя то 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 есть другими словами если это ну вот но это очень важно то есть в принципе момент пребывания здесь на земле он должен проходить с большой радостью все что мы делаем и должны делать это с большим наслаждением и удовлетворением все что мы делаем то есть то что вы делаете не в уходу и проявляя свой эгоизм пример удар мы говорим но именно вы делаете это в удовольствие так чтобы это никому не навредило ну то есть удовольствие по сути дела вы приходите в состоянии гармонии гармонии со всем и вы с удовольствием делаете это вы приготовили чашку кофе солнышко светить вы взяли чашку кофе до кушайте от кофе то есть некоторые случаи говорят что не очень-то полезно там до конца пить кофе да но вы с удовольствием это делайте все что вы делаете делать это с 8 до то есть если пить кофе ну допустим с удовольствием с удовольствием наносила сестра кофе не не хочешь не будешь пить его с удовольствием зачем его пить в этом смысле да как и все остальные хорошо гена но а теперь все таки мы потом еще вернемся к этому скажете когда вы попали к нам в семью но уже работали с моей мамой потому что я знаю, что первые несколько раз это было. Ну, честно, во-первых, хочу вам признаться, я вам говорила, конечно, об этом, но теперь уже и всем скажу, что вы, конечно, работаете, потому что такому пожилому человеку, когда всё болит и страшно за что-то притронуться, это, конечно, нужно иметь большие знания и силу, мне кажется. Ну, если обратиться к этой ситуации, да, с Лилией Михайловной, то получилось так, что я до этого очень давно тоже изучал геронтологию, наука старости, геронтрии, наука торможения, старения, да, то есть омоложения, то есть сегодня это более актуально. В данном случае нужно подходить индивидуально к каждому человеку и смотреть, видеть его состояние, его характер, его отношение к жизни, поэтому для того, чтобы, конечно, получилось, нужно приложить, ну, старания умения руками тоже, изначально. Ну, вам нравится, по-моему, вот таким пожилым... Просто я хочу сказать ещё такой момент, видите, я ещё про чистики не начала говорить, потому что меня увлекает просто беседа. то есть я обратила внимание, когда с мамой такое случилось, то обычно люди, которые в таком пожилом возрасте, на них уже как-то меньше обращают внимания, а гена это делает, вот правда, с удовольствием. Ну, потому что я считаю, что каждый человек, который встречается друг с другом, да, и тем более обратились ко мне, я понимаю это, что не случайно. И я понимаю, что это должна быть развязка всего этого, и оно должно быть с радостью и положительным. В данном случае тот опыт, который я приобрёл в Польше, работает 9 лет, да, там в основном люди были старшего возраста, то есть от 70 и до 90 лет. То есть получается люди, от которых отказалась уже традиционная медицина, а наша там терапия была, это сочетание традиционной и нетрадиционной терапии, будем говорить, китайской народной медицины, там тибетская часть медицины, и мы помогали таким людям. В данном случае я использую свои знания и наработки, которые приходят сегодня, то есть информация, которая мне приходит, да, я стараюсь её применить. И в данном случае у нас получился контакт с Леонидой Михайловной, да, и очень такое перетекание... Да, 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 и появилось такое перетекание, которое происходит, я думаю, со всеми людьми, с которыми я работаю, и которые действительно не могут выходить, а я могу прийти им помочь, допустим, на месте. Елена, теперь немножко мы отвлечёмся от этого, мы сейчас ещё вернёмся. Скажите, когда вы попали к нам, кто вам первый рассказал о Чистиках? Потому что я знаю, что мы с вами так общались коротко очень, потому что у нас ещё гости, по-моему, были тогда, да? Да, да. Я увидел вас, и как... Ну, мне когда-то предлагали, показывали или говорили об этом, да? И я задал вопрос именно Леле Михайловне. Ну, и она мне ответила по этому поводу. И я, конечно же, с удовольствием обратился уже к вам. Ну, и мы когда сидели за круглым столом, беседовали, то я понял, что есть необходимость их приобрести, потому что я человек, который стараюсь в целом подходить ко всему, что меня окружает, через экосистему. То есть, получается, есть такой прекрасный фильм «Шестой океан», где говорится о том, как мы нещадно низводим нашу природу, и поэтому всё, что сливается, это образует шестой океан. И вот без химии, вот я стараюсь как бы обходиться без этого, как раз альтернативно, вот мне показалось чистяки, то, что надо. И вот действительно, когда я вас приобрёл, я сразу же, именно сразу прибежал домой и стал отмывать свою ванную комнату, да. И я заметил потом, впоследствии, когда проводил это несколько раз, что действительно, когда я использую химию, то всё-таки, получается, быстрее появляется этот грибок или какие-нибудь там, ну, налёты, так будем говорить, там, кальцинаты какие-то, они быстрее образуются. А вот с чистиком оно очень долго. Ну, по сути дела, я не допускаю так, и поэтому лучше профилактически пройтись там и видеть блестящую вот ванную комнату, так как и кухню, допустим. Ну, пока, к сожалению, я приобрёл только белый и санбим, да. Ну, я вам говорил, что я возьму обязательно там и кремовый, и розовый, и, конечно же, для тела. Вот почему-то мне вот идёт для тела. Идёт, идёт. Хорошо. Значит, что больше всего впечатлило, ну, продукции? Вот что впечатляет? Что нравится? Ну, нравится, потому что, действительно, это... Сколько время, хочу посмотреть. Где у нас часы, чтобы просто... 20-19. Всё, отлично, увидела часы. Да, дело в том, что это сам по себе такой продукт, он, ну, так, действительно, он заменяет очень много. И вот если взять, посмотреть, да, вокруг, да, это та же мебель, ну, всё вокруг. По большому счёту, то, что мы из-за тоже пол, да, вот, то есть использовать именно эту продукцию, я думаю, что это большая альтернатива тем химическим, бытовой химии. Вот, и мне, конечно, это очень радует и трогает. Поэтому нету делу совершенства. Тем более, как пошутила одна наша пользовательница, что если в магазинах вдруг опять не станет туалетной бумаги или химии, то у нас она всегда есть. Ну, я имею в виду. Ну, да. Потому что химией мы не пользуемся, мы пользуемся чистиками. Хорошо. Гена, тогда вернёмся ещё к нашему разговору, потому что у меня сегодня, я в основном хочу поговорить о вас, хотя, если вы захотите что-то сказать о чистиках, вы же знаете, я всегда рада. Ну, я как бы слежу за, будем так говорить, за информацией, да, о чистюлях. Вот, да, очень мне нравится иногда загляд. Так что присоединяйтесь к нам в Вайбер, вы тоже узнаете много всего интересного. Всего интересного. То есть, в принципе, я по следующим информации я именно узнавал там, да. И даже участвовал в конкурсе, что же. У нас будет ещё много конкурсов. В начале, да, в конкурсе участвовал там, да. Ну, интересно там, да, всё-таки как бы так. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, а вообще таких вот, как вы называете своих пациентов? Ну, я называю пациент, да. Или просто по имени, отчеству там. Я записываю в своём дневнике там, Лили Михайловна там, да. Хорошо. Таких вот, как Лили Михайловна, у вас много в таком возрасте? Ну, да, вот есть и 92 года. 20 июля будет женщине, да, она филолог. Именно Мечникова, уже на пенсии, да, её 68 лет, её дочь. Есть 82 года, которым... То есть есть люди, которые, ну как, они не только независимы, а просто есть момент периодической поддержки. То есть это может быть два раза в неделю, может быть один раз в неделю бывает, один раз в месяц, когда я прихожу, и мы проговариваем, что-то меняем в отношении там даже той же гимнастики. То есть вот и 90 лет тоже там женщина, которая перенесла, допустим, вирусную инфекцию два года назад, на 90 лет своих. Вот, и так получилось, что пришлось её реабилитировать. И вот я удивился, что 90 лет, и она восстановилась буквально где-то за две недели. Так будем говорить, очень... Хорошо, такой ещё вопрос. Меня просто это интересует. Ребята, друзья, если вы хотите что-то задавать и, кстати, получить мою чашечку, смотрите, какая красивая подарок, то тоже задавайте вопросы. Так, а как вы пришли к тому, что вот вы реабилитируете и очень маленьких, потому что гена и с грудничками работает, и очень стареньких? Да, ну, я вообще по специальности в 87-м году закончил наш Одесский медицинский институт, то есть по специальности педиатрия. Через три года после работы в одном из таких тяжёлых районов, в Таручинском районе, я работал три года, я попал на кафедру Ряева, в 3-й ГКБ на посылке Котовского, там, где мы впоследствии открыли реанимационное отделение. И получается, что там я прошёл специализацию по реанимации и анестезиологии, и вот я стал потом работать и совершенствоваться в реанимации. То есть я правильно поняла, вы отработали по направлению Тарутина, вы работали педиатром? Да. Педиатр, потом реаниматолог, анестезиолог, а потом так получилось, после того, как я проходил повышение квалификации на категорию сдал по реанимации, ну, такой клич был реаниматологом-хирургом у нас в Одессе. Ну, было не очень простое время, да, 96-й год. Вот. И меня пригласили вот в Польшу как в качестве рефлексотерапевта, массажиста, мануального терапевта. И там я тоже продолжал учиться, как... прошёл как иридолог специализацию, как биоэнерготерапевт первого-второго уровня, и массажист, врач, биомассажист, так звучала специальность. Вот. То есть мы там, там в основном, мы говорили, люди старшего возраста. Ну, а потом я приехал уже из Польши, это 9 лет, это стал заведующим на Убендерах, заведующим отделением реабилитации детей с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата. То есть дети ДЦП, тяжёлые дети, вот такие вот. Ну, то есть те знания, которые я получил, я стал применять, и довольно-таки были... Но вы же сейчас тоже работаете, я так краем уха слышала один раз, что вы рассказывали кому-то, что вы работаете с детками в каких-то учреждениях. Да, ну есть, да, есть, допустим, садики, где пользуются мои консультации, там, да, и мы просматриваем на тему, допустим, плоскостопия, раннего выявления плоскостопия, сколиоза, сколитической осанки. Вот такая вот. С детками тоже и... С детками, да. То есть, в принципе, как бы опыт работы и наработки таковы, что, в принципе, можно помочь. Если очень какие-то, очень глубокие нарушения выявляются, или, допустим, невозможно это исправить консервативно, то тогда, конечно, направление на оперативное вмешательство тогда только так. Хорошо, Гена, а скажите, пожалуйста, вот вы восстанавливаете руками и восстанавливаете... Я сама лично, у меня просто проблемы с шейным отделом, и у меня, к сожалению, есть три грыжи после сильных стрессов, что со мной произошло, там, в течение определенного периода. И, конечно, Гена меня просто спасает, потому что я периодически к нему приезжаю. Мне кажется, что я не могу вообще шею ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз, снова выхожу, я... Все крутится, все вертится, все работает. Так вот, мой вопрос такой. Вот вы восстанавливаете руками. А как вы начали все-таки объединять вот то, что вы делаете руками с тем, чтобы человек, помимо того, что вы обезболиваете, ну, то есть вы снимаете болезненные ощущения, как вы говорите, триггеры, ну, давайте так, да. Да, помимо этого вы еще даете возможность, или можно так сказать, учите человека заглянуть в себя, а может быть стоит вот там поработать, чем-то внутри, а может быть вот с этим. Как так получилось, что вы начали вот объединять эти два фактора? Руки и наше все-таки внутреннее сознание. Вот так я спрашиваю. Ну, потому что, если рассматривать целостно вообще у нас всех опять, то и почему мы здесь, на земле нашей, то все заключается в эволюции сознания. То есть потому как мы расширяемся, мы понимаем, относимся друг к другу, принимаем, идем дальше, наблюдаем. Такая наука тоже, ну, будет так, психосоматика, психия, душа, сома, тела. Поэтому, конечно, закон причины следствия никто не отменял. на нашей земле. Поэтому есть, все зависит от нас. И все, что внутри нас, то и снаружи. Что внутри, то и снаружи. Поэтому прорабатывая, допустим, многие моменты в семье, в роду, там, да, в учреждениях, где мы работаем, там, с коллегами, с детьми, в зависимости от этого, если все происходит гармонично, мы, соответственно, тоже будем, так говорить, будем всегда и близко будем здоровыми. Вот. Если рассматривать, случай произошел первый раз, то в Польше, где-то в 98-м году, мужчина, где-то 33-х лет, и там получилось, что он работал в компании, ну, они создали фирму вместе с другом, он говорил, что это был больше, чем друг, и так далее. И тот, вроде бы, как бы повел, с ним не совсем правильно, то есть, получается, тот узрел, что его коллега хотел натянуть на себя кое-что, там, да, ну, в плане финансов и так далее, и в нем закралось сомнение, недоверие к нему, и они поссорились, разошлись. И прошло три года, и тому было нехорошо, и этому тоже человеку нехорошо. Я так понял, что у них была очень большая связь, и когда я с ним проговорил и применил тогда ритуал прощения по Александру Свишу, вот представляете, как польский человек, да, тут, то есть, вытлмачить надо было все это, да, и он это все-таки... А вы на польском говорили? А как вы научились? Извините. Ой. Там, прям на месте? На месте, конечно, ну, все это получается, если человек хочет, старается, то все получается. А можно еще вопрос? Вы работали в клинике какой-то? Это назывался... Потому что мы это не говорили. это называется как кабинет здоровья и успех у нас назывался, да. Это назывался как амбулаторная клиника, так, частная, частная. Вот, то есть она состояла из массажиста-монуалиста, рефлексотерапевта и биоэнерготерапевта, то есть, где применялись комплексный подход, вот, я говорил о комплексном подходе, но мы не затрагивали тогда психосоматику, хотя я сам много уже начал читать и Лазарева, и смотреть книги, и, конечно же, я понял, что это должно работать, потому что многие пациенты, которые приходили, они не получали до конца тот эффект, который хотелось бы. Есть эффект, потом проходит некоторое время, они приходят опять, то есть, не было целостного такого воздействия, да, и работы не было. И когда этот человек пришел, да, пришел, через две недели, я его видел, он совсем был другой. Это сияющий на лицо человек, это радостный, и он поблагодарил, и мне так, как он объяснил, говорит, вы знаете, самое, что я понял, что моему другу было больнее, чем мне. То есть, по моменту сознания такого, да, и он пришел вот к выводу, что действительно, нужно было просто прийти, попросить прощения, проговорить ситуацию, которая была, ведь на самом деле, на пустом месте все это, как бы, произошло. Вот, и было потеряно 3 года, но в любом случае, я разрешила ситуацию. Ему, кстати, все прошло, по сути дела, у него были блуждающие боли по позвоночнику, то поясница, то грудной отдел, то шейный отдел, то грудной отдел, то поясничный отдел, и вот мы восстанавливаем, и он приходит через неделю, две, опять, у него все это, как бы, защищалось. Вот, и тогда, то есть, он приезжал так, и благодарил, и говорит, что это, ну, как бы, волшебство какое-то, ну, тогда это только начиналось, это как бы понимание этого осознания. Ну, а я хочу просто от себя, у меня был такой интересный факт, я помню, как мы с вами познакомились, как буквально в первую встречу, когда вы пришли к нам домой, и вы мне сказали потом, ой, а вы знаете, а я сейчас работаю, как раз я читаю аффирмации по знакомству с новыми интересными людьми, и вы знаете, вы уже не первая, что вы мне вот так вот звоните, то есть, у вас там свой большой круг был, и вот тогда у нас с вами началось общение, как вы мне рассказывали о том, что у вас каждый день какая-то определенная аффирмация, что вы идете там по разным своим задачам, что-то или подумать, или что-то на какое-то действие, ну, в общем, разное. аффирмация – это такая вот формулировка, да, сила слова, которая оптимизирует сознание, ну, то есть, где-то немножко пододвигает на уровень, я просто, если люди пребывают в разных молитвах, да, в мантрах, вот, это, по сути дела, тоже, может быть, назвать ее мантрой, ну, это более современный такой, на современный лад, то есть, аффирмация – это действительно, ты произносишь свои желания или намерения, вот, на успех, на удачу, там, да, на здоровье, то есть, может, своими словами, но есть просто красивые, да, словосочетания, предложения, которые, как бы, утверждают, более утверждают эту, допустим, эту формулировку, и тогда, действительно, активизируются многие механизмы, на нашем организме, но я просто говорю, что я аффирмационный человек, то есть, если я выхожу к морю, то мне хочется, там, допустим, читать или благодарить, больше аффирмаций, они связаны, конечно, и вот такие молитвы с благодарением, благодарением всего, что окружает, вот, всего, понимаешь? Я помню, вы мне рассказывали, что, ну, это было в Польше, вы гуляли по лесу, пошли за грибами, а, да, есть, был такой вариант, да, вы имеете в виду, вам понравилась эта ситуация, просто, я действительно, чтобы происходило восстановление организма, работа дальнейшая с пациентами, нужно было все-таки как-то восстанавливаться, и я ездил в лес, и тут я не посмотрел, что нету высыпок грибов, ну, я прошелся, конечно, не было до конца удовлетворения, и я как бы поблагодарил, потому что все равно это наполнение было этой природой, этими елями, соснами такими большими, глубинки такие есть, и когда я перешел в другую сторону, через дорогу, то я попал на большое земляничное поле, вот, я действительно просто в него так упал, и такое ощущение было, что, ну, как бы там была одна сторона, да, одна ситуация, одно пространство, а здесь другое, во-первых, это запах, во-вторых, это там сразу солнце, потому что я ходил под большими деревьями, где солнца не было видно, а тут солнечная сторона, как будто и не ян был, вот это вот, и я лег в эту, конечно, в это поле земляничное, и просто у нас здесь такого нет, у нас же все-таки большие все-таки степи, там ближе к Савране, там, да, там больше леса, а вот там это было для меня очень чудно и волшебно. Да я хочу сказать, что я когда уезжал оттуда, я обнимал эту землю и благодарил, что она подарила мне, ну, столько очень приятных мгновений и радости, когда я приходил, медитировал, там в эти пространства, поэтому... Как получилось, что вы уехали? Ну, прошло время, пришло время, просто время, у меня есть такая цикличность, три года, а там девять лет, ну, три по три, вот, но в любом случае цикличность заканчивается, что-то ты проходишь, и где-то пространство другое, ну, оно ждет тебя, там, да, родные, близкие, там, или, там, дети, вот, все так складывается, когда тебе какое-то пространство выпирает, допустим, да, и ты уже осознаешь это, понимаешь, и едешь уже в то место, где тебе необходимо, поэтому нет такой привязки. А вот мы еще с вами как-то говорили о том, что рассуждали по поводу мыслей, вот, буквально недавно, я думаю, я вообще о чем хочу сейчас сказать, что сейчас, когда мы находимся в таких ситуациях, очень часто мы нервничаем, переживаем, конечно, концентрируем свое внимание на чем-то негативном, у вас есть какое-то предложение, ну, может быть, какой-то совет, как вот эти негативные мысли, может быть, как это делаете вы, как уметь переключаться, вот, например, я просто расскажу ситуацию, вот, например, ну, что-то случилось такое очень неприятное, ну, очень неприятное, вот оно тебя беспокоит, к тебе возвращается, ты об этом думаешь. Поэтому нужно обращаться к природе, матушке, то есть именно вот там те места сокровенные, или же даже если это зима, и некуда пойти, да, вот я тогда фотографировал там в Польше места, выставлял эти фотографии, и потом медитировал, допустим, я смотрел там, где я бродил, сидел возле столетнего дуба, к примеру, там, да, вот так же у нас, пожалуйста, море, пожалуйста, оно успокоит, можно включить музыку, любую релаксационную музыку, которая созвучна, и чувствуешь, что это тебе подходит. Допустим, те же аффирмации, вот, есть такая аффирмация, я произношу, и я как бы заикаряю себя в этом, пусть все мои нужды и желания совершаются даже раньше, чем я понимаю, каковы они, что послужит наибольшей пользой для меня, и наивысшим благом для всех. То есть, если я проговариваю, я понимаю, я хочу что-то, или запланировал, но у меня это сегодня не получается, значит, это к лучшему, значит, это так необходимо. То есть, в данном случае можно что делать. как же вот не зацикливаться? Вот я знаю, я просто лично по себе знаю, по своему опыту, что чем больше я зацикливаюсь, тем, как говорится, результат лучше. Вы хотите удовлетворить свою самость, свое эго? Почему я должна сделать это? Ну, допустим, сегодня, почему мне не получается, всегда получалось? Почему это сегодня именно я должна сделать? Если сегодня это не нужно делать, просто отпустить эту ситуацию. Если я отпускаю ситуацию, понимая, что для меня пространство, и кто рядом со мной, высшие силы, к примеру, ангелы-хранители хотят именно сегодня, чтобы было это гармонично, это не нужно сегодня. Просто мы так все знаем, ну вот я себе размышляю, тоже очень много размышляю, говорю, ну вот я же знаю, я же четко понимаю, что значит у меня сложится все совсем по-другому, значит будет другая ситуация, значит мне нужно подождать. Мы не можем знать. Мы не можем знать. Мы не можем знать. Понимаете, мы по большому счету не можем. Да, можно планировать, можно записывать там, да, ну опять же, вот допустим, сегодня понедельник, да, а вообще лучше большие дела начинать во вторник, день Марса, к примеру, да, день красный, такой идеализирующий, понимаете, то есть там те энергии, которые включаются лучше больше. Вот допустим, вот сейчас время, да, мы говорим о том, что было вчера затмение, и полнолуние, не, полнолуние, и солнцестояние летнее, то есть это определенная энергия, которая в нас вливается, будоражит, и поднимает что-то низшее, для того, чтобы мы это прошли, какие-то характерные наши, ну, черты характер, которые до сих пор не пройдены, и мы все время цепляемся за это, и так далее. То есть получается, с 5 июня, это 5 июля период должен быть тишины и спокойствия, то есть сами себе, никакие, не планируют большие дела и так далее. То есть это нужно понимать, тоже как бы и понимать, и принимать. Хорошо, Гена, а есть какой-то совет, ну, вот лично для себя, вот, например, извините, что я вот, ну, просто я хочу даже для себя понять, потому что я немножко для себя понимаю, как это работает, но у меня не всегда получается, но я стараюсь, как все-таки вот переключаться, это лучше, может быть, поставить медитацию, чтобы отпустить мысли, это лучше позвонить подружке, с ней поговорить, это лучше, я не знаю, пойти на массаж, к примеру, это лучше пойти погулять, это что, что сделать, чтобы переключить какие-то мысли, которые тебе самой не нравятся, но вот они приходят в голову, вот есть какие-то... понятно, я понимаю, понятно, понятно, тут уже диагноз, просто действительно, вы знаете, есть такое понимание, сегодняшний день, это смотрите, наблюдать глазами Бога, в чем, в каком смысле, в том плане, что сегодня происходит, оно может нас будоражить, СМИ свое дело делают, на улице видишь, когда что-то, кто-то курок, или там бумагу касает, к примеру, тоже переживаешь, да, да, то есть получается, но если все это смотреть и наблюдать, и понимать, и послать человеку любовь, чтобы он справился с этим, да, то есть наоборот, то есть себе плохо, ты вспоминать, может, даже своих близких, да, может быть, им хуже было когда-то там, да, или в такой же ситуации они пребывали там, да, и как вы раскрутили там ситуацию, то есть, понимаете, переключаться, я думаю, через наблюдение, но чаще всего он должен, конечно, обращаться к природе, я так считаю, вот, я понимаю, что человек не может сразу сесть, там, да, и закрыть глаза, или включить музыку, может просто, конечно, лицезреть видео-медитацию, то есть смотреть природу, там, горы, все что угодно, можно медитация, как ваша мама делает, кстати, она смотрит медитацию словесную, да, то есть, да, ну, надо, конечно, выбирать, всегда нужно, как говорят, про чувство сердца, вот сегодня есть такое выражение, пусть добрым будет ум, а сердце умным будет, то есть, сердцем настраиваться на сердце, и, конечно же, ну, воспринимать ситуацию, то есть, именно нужно погружать свое сознание, именно в сердце, ну, это, понимаете, я тоже, как бы, может быть, сразу к этому не пришел, и все, чем я занимался, оно мне приводило к пониманию этих процессов. А вот я знаю, что вы цигуном занимались, да? Ну, да, это называется Джун. Я знаю, что вы там даже какие-то стихи писали. Да, Джун Яй Цигун, да, такой был период, там, да, в любого человека, который начинает духовно, ну, развиваться, ну, это определенно так, как и Рейки, там, изначально, или там, любовь из разновидностей, Цигуну, Шу, там, да, то есть, оно дает возможность человеку себя сбалансировать. А если сбалансирует, да, он становится гармоничным, то, соответственно, потоки энергии идут более гармонично, и, по сути дела, идет наполнение всех оболочек, не только там, то есть, физическое тело, которое, в принципе, можно там, какими-то упражнениями, там, да, прогулками, едой, там, да, питьем воды, там, восстанавливать мыслями хорошими. Ну, и, конечно же, тонкие тела тогда восстанавливаются. В этом есть как бы и смысл. Поэтому, если говорить о йоге или цигунг, которые были лет 60-50 назад, то путь был очень долгий к чему-то, ну, чтобы прийти к чему-то. Сегодня это, я считаю, что из первой, второй, третьей ступени человек там, ну, два-три месяца, год максимум, он может скакнуть очень, пойти далеко. То есть, в своем сознании, расширению. Мне встречались такие люди, я так получалось, часто передвигаюсь, да, на такси, и человек один рассказывал, как он буквально год назад, он был совершенно другим, как он помог своей супруге, которая занималась пауэрлиптиком, красивая молодая женщина, а депрессия ее доставала. И он понимал, что седативные там транквилизаторы дело не спасут. И тогда он обратился к книгам и стал вместе с ней медитировать. То есть, получается, женщина его привела к осознанию, большему осознанию, пониманию сущего, что нас окружает. То есть, пониманию того же Бога, который внутри и везде, понимаете. И он, его глаза были такие, вот я понял, что он на правильном пути. Поэтому, конечно, я думаю, что помогая другим, тоже человек, ну, помогая другим, ты в первую очередь тоже должен быть гармоничным. Потому что, если ты будешь отдавать энергию, жалея, да, то есть, от этого толку будет мало. А вот есть такая еще мысль, ну, вы мне тоже, как-то мы обсуждали эту тему, что вот, например, у меня в шейном отделе три грыжи. И вы мне тогда сказали, тут у вас два варианта, Лилиана, либо вы держите в себе и не выговариваете то, что должны выговорить, либо вы слишком чрезмерно отдаете энергию. Я это сейчас к чему говорю? А к тому, что, а можно чрезмерно отдавать? И вот, как вы говорите сейчас, гармоничным быть и отдаешь много энергию. Ну, значит, что давать? А как же знать вот этот баланс? Мы говорили о том, что мы, ну, будем говорить, плещем той энергией, да, мы выстреливаем, то есть, вишутка, да, горло, горловая чакра, она вишутка, вишутха, да, голубой цвет, да, и, кстати, мантра звучит как хам, мантра звучит. Да, я, кстати, я думаю, что многие знают. Она, кстати, очень помогает. Да, и дело в том, что, получается, как, если мы чрезмерно выплескиваем ту энергию, да, то есть, через гнев, агрессию, то, соответственно, мы тратим эту энергию, да, мы разбалансируем эту, будем чакру, а если мы не говорим, мы подавляем себе то же самое. То есть, так мы устроены, то есть, приток, отток, отдача, приток, отдача, приток, отдача. Нет энергии, она никуда не исчезает, она просто балансируется и трансформируется, так везде. Вот, поэтому в данном случае, то есть, нужно находить золотую середину, общение, понимание там друг друга, да, проговаривание в каких-то моментах, да, вот, я вижу эту ситуацию, так вот, допустим. Угу, сейчас, секундочку. Я вижу ситуацию, это вот таким вот образом, как вы видите, как вы видите эту ситуацию, я, например, вижу так ее, да, вот, то есть, вы гармонично проговариваете, а от того, как человек уже реагирует, это его уже право. Вот, прежде всего, мы должны быть, всегда стараться, ну, скорректированы сами, наполнены, гармоничны, то есть, придерживаться той золотой середины. Как сказал один раз академик Бутакова, говорит, одесситы давно уже знали, что 7,40, это правильная цифра, это золотое сечение, золотая середина, и по аж нашей крови, это 7,44. Вот, мы должны придерживаться тогда, и организм будет здоровым. Дорогие друзья, спасибо, во-первых, что вы отреагировали, и что вы все нас слышите, потому что я периодически, так видите, я смотрю на Гену, но периодически заглядываю, что вы там пишете. Вы помните, что вопросы, но у нас времени остается совсем мало, потому что нам Гена еще, я очень хочу, чтобы он нам показал одну практику, но за интересные вопросы, если кто сегодня не задаст, значит, мы переносим чашечку на потом, и хочу поблагодарить всех тех, не только всех тех, а всех вас, потому что я получаю от вас очень много обратной связи, и я благодарна за каждое слово, за каждую вашу эмоцию, за то, что вы этим делитесь, потому что правда и наше сообщество, и наши странички, и фейсбуки, и инстаграм, они направлены на то, чтобы, имея нашу продукцию, вы пользовались ей на все 100%, и к химии вообще близко не подступались, поэтому я благодарю вас за вашу обратную связь, и продолжаю ждать от вас ваших смс, и звонков, и всегда с удовольствием на них отвечу, какие бы там ни были вопросы, поэтому спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы слушаете, как я всегда говорю, что если бы не было бы вас, в наше вот такое время, то чистиков бы тоже не было 100%, хорошо, значит, теперь, Гена, я просто боюсь, чтобы у нас хватило на все время, вот мы сейчас часто очень все беспокоимся, ну, не знаю, как все, я точно иногда беспокоюсь, и есть какие-то особые практики, я знаю, что вы и маме моей показывали, потому что это так интересно, я хочу вам это рассказать, когда у мамы вдруг случайно, не случайно, в общем, упало давление сильно, и так получилось, что я пока думала, что мне делать, мама пошла и начала приседать по Геннаной практике, то есть Гена ее научил приседать, он ей сказал, что в любых ситуациях можно немножко поприседать, и вот что вы думаете, она поприседала, отвлеклась, и давление поднялось, ну, это известная практика по Нему-Вакину, да, где он предлагает присаживаться, там, одна треть, одна половина, в половину приседания должно производиться, вот, ну, это нужно посмотреть на сайтах, именно то, что дает Нему-Вакин, да, в данном случае, это разгрузка была сердечно-сосудистой системы, это работа вен ног, и, конечно же, работа крестца, крестца забедренных суставов, ну, вот, она скорректировала таким вот образом, тогда это, вот, и она продолжает, она пошла больше два раза, по сто раз в день приседала, что для ее... мне просто было интересно, она мне такая говорит, Ляна, не переживай, сейчас я пойду приседать, я уже сижу, думаю, какие таблетки давать, что делать, пишу уже к кардиологу, а мама приседает, и поприседала, и слава Богу, да. Гена, я просто боюсь, чтобы нас на все хватило время, я знаю, что вы кладезь всяких практик, и очень интересные, мне показывали, и маме, и правда, и правда помогает, поэтому я хочу, чтобы вы сегодня нашим зрителям показали практику, которая может быть успокоит, переключит, заставит подумать о чем-то приятном, ну... Я понял, мы как бы проговаривали когда-то, да, об этом, дело в том, что есть, ну, я покажу как бы два, может быть, три упражнения, которые будут способствовать очищению, да, обнулению, обнулению очищения, как утром после сна, так, либо утром это делаете, выходите из душа, у кого есть, допустим, крем для тела, то можно его использовать, как правило, его используют, да, на мокрое тело, то есть если есть, он содержит такой, как скволен или сквалан, который в контакте, образует кислородную подушку, да, поэтому я всегда, если у меня такой крем гидробаланс, ну, из компании, там, вот, я, допустим, выхожу из душа, и становлюсь ноги на ширине плеч, получается, ноги согнуты немножко в коленках, и закрывая глаза, желательно, кто теряет равновесие, могут оставить открытыми глазами, приподнимаемся на носочках, где-то на 2-3 сантиметра, отрывая пятки от пола, и опускаемся вниз, то есть ручки простые, прямые, и мы поднимаемся, и ударяемся о пол, таким образом вы делаете 30 раз 5 секунд перерыв, потом повторяете еще раз 30 раз, так делаете до 5 раз, то есть 150 больше 100 раз нужно сделать, вы в этот момент представляете, как ненужное наносное уходит с вас, просто уходит в землю, магму, землю в ядро, и там сгорает, тоже визуализация такая ментальная, это одно из упражнений, утром и вечером, затем вы можете простучать все свои суставчики, начиная от лучезапясного, локтевого и плечевого, по 30 раз, простукиваете их 30 раз, кто захочет 60, пожалуйста, двухкратно, 60, переходим на локтевые суставы, 30 раз, простукиваете плечевые суставы, 30 раз, ладошка как лодочка, не сильно можно легко это простукивать, переходите на правую сторону, так прошли правую сторону, затем переходите на тазобедренные суставы, передняя поверхность 10 раз делали, боковая поверхность 10 раз, задняя поверхность, ветер бедренной кости, 30 раз делали, это все наши энергоцентры тоже, это тоже те же тяг чакры, поэтому их прорабатывая, вы усиливаете свои энергетические потоки, переходите на коленные суставчики, прохлопали коленные суставчики 30 раз, ножку поднимаете, я имею в виду так, или так можно, ну и голеностомные суставы, тоже 30 раз вы прорабатываете, и потом правую ножку, то же самое, а до сколько, ну, сила, сила должна быть с удовольствием, кто хочет посильнее, пожалуйста, посильнее, самое главное, что вы чувствовали, что вы простукиваете, то есть по ощущениям, да, есть еще такая тема, я покажу, да, сейчас, секундочку, есть альтернатива, бабуковые венички, это тоже очень мощная, быстрая рефлексотерапия, можно загуглить, и посмотреть, как работать с ними, но все идет снизу вверх, и снизу вверх, в грудной, в лимфатические протоки подмышки, вот тут вот спрашивают, начинать нужно с левой стороны, с левой стороны, желательно с левой, в цигун так и вообще идет с левой стороны, хотите вам идет с правой, пожалуйста, с правой, но главное, чтобы это делали с удовольствием, ну, обычно с левой стороны начинается, да, все, и как бы третье могу дать упражнение, это взято из джунья ин цигун, это тоже наполнение, это наполнение, то есть вы закрываете глаза, поднимаете руки высоко вверх, там формируете большой, такой ярко-желтый, золотистый шар, вы в том небе глубоко в космосе сформировали его, делаете вдох и на выдохе его опускаете через себя полностью, как в лифте, через все тело, и опускаете через ножки в ядро земли, раз ушло все, вот можно произносить, я желаю всем блага, я желаю всем счастья, я желаю всем мира, я желаю всем здравия, я желаю всем божественной любви, то есть на каждый раз, произнося эту аффирмацию, вы опускаете вниз, или считаете до восьми раз, можете это провести три раза по восемь, двадцать четыре раз. У вас еще будет много сюрпризов, и хочу вас продолжать знакомить с интересными людьми, которые несут нам и пользу, и мы учимся интересным вещам, и вообще хочу обмениваться нашими знакомствами, поэтому, если вы, если у вас есть какое-то интересное увлечение, если вам есть что рассказать миру, пожалуйста, мы можем, следующий может быть кто-то из вас в нашем эфире, потому что есть огромное количество людей, почему я хотела именно с Геннадием провести эфир, потому что я знаю, что отдел позвоночника на сегодняшний день, это такая тема очень актуальная, ну правда же, то есть, биомеханика, то есть от биомеханики наше тело, то есть как мы правильно ходим, спим, лежим, смотрим, работаем, то есть все зависит от того, как мы это используем в нашей повседневной жизни, так и зависит наша осанка, напряжение мышц, миофасциальные связи, поэтому сегодня актуальные темы, прикладная кинезиология, остеопатия, массаж, мануальное искусство, мягкие техники мануального, поэтому то, что грыжи, это грыжи, это не страшно, не страшно, это не страшно, я все время, страшно, страшно, это когда есть нарушение мышечное напряжение, и которое они продолжают держать долго, тогда, да, это вот уже идет нарушение перекосы, и также вызывает нарушение функций органов, тканей, ну то есть это следствие уже, грыжи, это как следствие, то есть вот поэтому так, дискогены, все, у нас остается несколько минут, я от себя хочу сказать, Дед, большое спасибо, Ивану, спасибо большое, вы, ну, вы молодец, взаимно, будем стараться, я очень рада знакомству, рада, что так вот случайно, у нас судьба, год назад, кстати, практически год назад, мы в августе с вами познакомились, и до сих пор общаемся, и до сих пор вы нам помогаете, и друзья, значит, координаты гены, я оставлю у нас на страничке, и в группе вайбере, вы сможете лично с ним связаться, если у вас будут какие-то вопросы, какие-то советы, комментарии, что-то, он всегда с удовольствием, потому что такой человек, что расскажет все, что знает, ну, а вам от себя еще раз хочу сказать большое спасибо, что вы с нами, что, во-первых, вы пользуетесь нашей продукцией, которая помогает нашей экологии, потому что, конечно, гармония, она заключается и в мыслях, и в тем, что мы пользуемся, чем мы пользуемся, химия, она все-таки ведет к разрушению, поэтому давайте использовать продукцию, которая чистит все без моющих средств, и чашечка, так как вопросов у нас практически не было, я не знаю, наверное, было все очень понятно, Гена, а может быть, все сидели, слушали с открытым ртом, и было уже дело не до вопросов, но вот такая вот чашечка у меня остается на следующий эфир, пожалуйста, следите за новостями, мы очень скоро будем продолжать, и если какие-то вопросы будут лично мне, пишите, я вас всех очень рада была видеть, спасибо большое за то, что за очень интересно, спасибо большое, что вы с нами, а вообще большое спасибо за вашу поддержку, потому что мне кажется, что вот в такое наше время очень важно дружеская, человеческая поддержка, правда? Единение, единство, это важно сегодня, потому что, когда ты знаешь, что вот там тебя поймут, и поддержат всегда, то как-то жизненные силы, они сами по себе прибавляются, поэтому хочется тогда назваться человек планеты Земля, потому что каждый из нас, на каждом суши планеты, да, наверное, может поддержать друг друга, любой момент. Хорошо, друзья, мы с вами прощаемся, но ненадолго, очень скоро будет много новых интересных тем, так что смотрите, а если вас интересуют какие-то особенные вопросы, вы тоже можете их задать. Все, я вас всех очень люблю, еще раз спасибо, и до новых встреч!